В течение ряда лет Одесса позиционирует себя как город круглогодичный турист. Как эта программа была реализована? Она реализована таким образом, что у нас в прошлом году было более полутора тысяч культурологических проектов в год. Полторы тысячи в год. Это, конечно, и выставки, это, конечно, премьеры, это не только open-air проекты, которые возможно проводить в теплый период времени. Хотя этих проектов у нас очень много. Теперь дальше, опять же таки, давайте уйдем от этого принципа социалистического соревнования. Кто больше? Речь идет о том, что мы сейчас пошли по пути качественно. У нас огромное количество фестивалей, которые называют себя фестивалями, такими, может быть, по факту не являются. Да, они собирают какую-то свою небольшую аудиторию. Интерес Одессы и уровень Одессы качественно новый, на наш взгляд, должен быть в том, чтобы эти проекты стали международными, более узнаваемыми. Проекты, которые делаются не для локальной громады, хотя, конечно, это тоже очень важно для одесситов. Мы хотим делать такие проекты и тратить на это бюджетные средства, которые тоже тратятся, для того, чтобы это были проекты международные, которые бы привлекали сюда туриста. Вот мы смотрим именно в этом ракурсе.